Синная грыжа 7 мм, пояснично-крестцовый отдел, пробивает боль на промежность в районе первой чакры. Посмотрите мой астрал. Все нормально у вас с астралом? Очень хороший вопрос, спасибо вам за этот вопрос и я с удовольствием на него отвечу. Почему у человека появляются грыжи? Все это связано, как ни странно, с многими факторами. Сюда может идти избыточный вес и так далее. Но есть одно условие, оно связано с исследованиями, которые были проведены профессором Мюллером в свое время. Это было в 2013 или 2012 году на кафедре, не важно в общем. Значит, когда проводились исследования, то нашли закономерность. Эта закономерность заключалась вот в чем, оказывается, у людей, у которых уменьшалось количество кальция в кости и количество магния в кости. То есть развивался методично остеопороз с возрастом. У тех людей количество проблем, которые возникали с опорно-двигательной системой, конкретно возникновение грыжи, увеличивалось. И такие люди в дальнейшем начинали более, чем остальные, болеть заболеваниями опорно-двигательной системы, суставов. А также у них зачастую появлялись грыжи шморля, а также листозы, протрузии и все остальные болезни. И здесь такой вопрос. Куда мы деваем кальций? Куда он, в общем-то, девается? Нужно всегда помнить, что кальций является первым. Первое. Участвует в процессе трансмиттеров, нейронов и мозговой деятельности. Таким образом, можно сказать, что и нервных тканей. То есть он фактически является тем веществом, который участвует в передаче нервных импульсов. Второе. Таким образом, можно сказать, что в случае, если у человека не хватает кальция, то человек будет больше апатичен, у него не будет сил, он будет входить в состояние тревожности, у него будет усталость, будет тяжелое состояние депрессии. А вы знаете, что есть исследования, которые говорят, что если увеличить кальций, в случае, если принимать кальций дополнительно, то у человека улучшается сон, улучшается настроение, снижается вес, повышается вес, если необходимо. У человека исчезают боли в суглобах, боли в мелких сосудах. У человека исчезают заболевания опорно-двигательной системы и очень часто связанные как раз с шейным отделом и с пояснично-крестцовым отделом. Как это обычно все происходит у нас. Когда человек начинает активно думать, а не так, смотрите, человек на ночь ложится спать. И когда он ночью начинает спать, его нервная система восстанавливается. Наша нервная система, она для того, чтобы восстановиться, нуждается в определенном количестве глюкозы, которая практически 30-40% всей глюкозы, которую человек потребляет на протяжении дня, расходуется у нас в коре головного мозга. Очень часто эта глюкоза, она может формироваться вторично, то есть из кетоновых тел, из молочной кислоты, за счет почек, за счет нашей печени. И это напрямую действует на восстановление нашего мозга. Именно поэтому я часто говорю, товарищи, на ночь обязательно занимайтесь активно физическими упражнениями. Тогда не будет аппетита сильного, сможете вечером себя лучше чувствовать, пропускать ужин, лучше спать и так далее. Но здесь не стоит забывать о том, что в случае, если вы спите, то ваш мозг нуждается в увеличенном количестве кальция на ночь. И это недостаточно только D3, потому что это одна из разновидностей кальция. А нам необходим самый настоящий кальций. Поэтому в случае, если у вас проблемы с опорно-двигательной системой, если вы худеете или очень поправляетесь, не можете успокоиться, не можете заснуть, Если у вас уже есть остеопороз, деформация суставов, вам необходим дополнительный кальций. Как это происходит? На ночь человек смотрит информацию, переживает. За счет этого выделяется кортизол, кортико, минералокортикостероиды не формируются. И человек не восполняет количество своего кальция. Плюс очень часто человек принимает успокаивающие препараты. Дальше блокаторы кальция, антагонисты бета-блокаторы, антагонисты адреналина. Очень часто принимают статины, что мочегонные препараты. Это все влияет на недостаточность и понижение гипофункции кальция в нашей крови. Всхлипывания внезапные, когда человек, допустим, когда человек лежит и у него внезапно такой спазм появился. Ларингоспазм, то есть на ровном месте. Храп. Далее, очень часто, кстати. Это все является следствием недостаточного количества кальция. Моя рекомендация, если у вас есть данные проблемы, начинайте восстанавливать кальций в костной системе. Если у вас судороги появляются, если у вас пониженные тромбоциты, если у вас судорожные проявления в ночное время, если у вас есть проблемы, связанные с засыпанием, с ожирением, не можете похудеть, худеете, покатые плечи, дальше сутулость, пьете много кофе, пьете, курите много сигарет, не принимаете в большом количестве продукты питания, которые должны восполнять кальций. Какие это продукты питания? Это кальраби, это молочные, производные молочным продуктам, это творог, и очень часто, кстати, мы, потребляя творог, не получаем кальция. С чем это связано? Связано с нашей повышенной кислотностью. В случае, если у человека ненормальная кислотность, а повышенная, либо пониженная, то человек не будет дополучать кальций. На сегодняшний день есть проведенные исследования, где говорится о том, что человек старше 40 лет имеет проблемы с недостаточностью кальция в организме. Почему? Многие из нас не любят творог, не любят молоко, не едят там, допустим, капусту, не едят миндальные орехи, не едят орехи, не едят бобы. Кстати, заболевания опорно-двигательной системы и заболевания позвоночника конкретно, в странах, где более всего употребляют бобы, такие как Египет, страны Африки, где любят фоли, ее постоянно употребляют, Израиль в том числе, считается, что количество заболеваний, которые связаны с позвоночником, меньше, чем во всех других странах. С чем это связано? С достаточно большим употреблением кальция. Мой вам совет, как необходимо восстанавливать нашу... Ну, у меня даже такие были моменты, то есть девочка с паническими атаками, внезапно наступающими, обратилась ко мне. Я заметил, что девочка условно страдает тем, что ограничивает себя в употреблении пищи. Поговорив с ней, стало понятным, что у нее истощение нервной системы, нервозность, беспокойство, она о будущем переживает, она не может спать, она у нарушения циркадных ритмов. У нее болезненные месячные, кстати, тоже недостаточность кальция. Дальше внезапные панические атаки, с потеванием, после чего я ей не назначала седативные препараты, нейролептики и транквилизаторы. Я ей назначил обычный кальций в виде цитрокальцимина, это мой препарат. Она принимала цитрокальцимин на протяжении 10 дней по одной чайной ложке два раза в день, утром и вечером. После чего, также я ей назначил магний, который необходимо принимать в обед после двух часов дня. Этому тоже объяснение есть. Кальций с магнием одновременно принимать нельзя. Я ей назначил прием данного препарата утром и вечером. При этом ей сказал, что на ночь она должна принимать еще одну чайную ложку меда на один стакан теплой воды для восстановления центральной нервной системы. Принимая мед, цитрокальцимин, утром и вечером по чайной ложке и принимая в обед магний, на протяжении 10 дней, через 10 дней она сказала, что панические атаки больше не появляются, но помимо всего прочего, она сказала, что перестал болеть, копчик пистал болеть, пояснично-крестовый отдел, улучшилось общее состояние, улучшилась энергия в утреннее время, подъем стал более простым, улучшилось общее состояние. У меня была недавно такая история. Я активно занимаюсь спортом, и один из моих друзей после спорта или после нашего там футбола или еще чего-либо, утром проснулся, и из-за того, что мы знакомы, он позвонил и говорит мне, Андрей Андреевич, у меня очень болит шейный отдел. Вчера меня продуло, болит сустав на ноге, болит шейный отдел, что мне нужно делать, чем натереться и так далее. Я ему говорю, какие препараты у тебя есть? Он говорит, у меня есть только детский кальций, у меня ребенок принимает цитрат кальций, у меня других больше нет. Я ему говорю, выпей, какая дозировка там, 100 миллиграмм, выпей там такое-то, такое-то количество этого препарата на ночь и съешь одну чайную ложку меда на стакан теплой воды. На следующий день он мне позвонил и говорит, Андрей Андреевич, боли в шейном отделе и боли в колене, которые были у меня, нет. А девочка сказала, которой я в свое время назначал кальций, она сказала, что Андрей Андреевич, применяя кальций, у меня появилось отвращение к кофе. Почему? Очень часто необходимость употребления кальция у нас связана с желанием употреблять кофе. А вы знаете, почему люди мел любят погрызть, чем это связано? А это как раз говорит об анемии, низком количестве железа в крови, то есть необходим дополнительный феррикин. А говорят, кальция не хватает? Нет. В случае, если кальция не хватает, мы хотим кушать, или нам хочется постоянно пить кофе, а также курить. В случае, если нам не хватает железа, то хочется погрызть мелок, облизать мелок и так далее. Также вместе с кальцием Куэнзим Ку-10. Итак, вот таким образом можно помочь человеку. Кстати, сейчас осень, а осень у основные проблемы, которые связаны как раз с кальцием, недостает кальция. Также щитовидной железой сейчас проблемы щитовидной. И на первое место необходимо ставить проблемы мозга. То есть сейчас очень сильно происходит обострение психически. Появляется бессонница, появляется нервное состояние, появляется беспокойство. Человек не может с этим справиться. Называется это осенняя хондра. Особенно в октябре месяце. В октябре месяце у всех претензии, постоянное состояние усталости, плюс осенние аллергии и так далее. Несколько слов об осенней аллергии, об отитах и как с этим бороться. Я уже создавал такое видео о мумио. Я хочу еще раз вам сказать. Берете мумио обычное, три моих болюса мумио, ее растворяйте в столовой ложке теплой воды. Закапывайте нос в случае, если у вас есть там отит. Закапывайте в ухо, если у вас там есть отит уж уха, или там танзелит, или отит, или там смазывать горло. Также можно принимать вот такую, на стакан теплой воды, один, два, три болюса, принимать такую воду. На протяжении 30-40 дней устраняет заболевание, аллергия. Пользуйтесь на здоровье. Пусть лучше такой способ лечения, чем бесконечный прием антигистаминных препаратов. Итак, какие по моему методу, или какие растения могут помочь справиться с психическими и нервными состояниями? На первое место можно поставить пустырник, на второе зверобой, на третьей шишки хмеля. Кстати, если вы не можете заснуть, положите рядом с собой обычные, возьмите веник березовый, возьмите эти листочки с веника березового, и положите прямо рядом со своей подушечкой. Также хорошо вдыхать пары и даже закапывать валерьяной, спиртовым раствором или водным раствором. Какие при этом продукты питания применять, чтобы улучшить сон, или чтобы справиться с бессонницей? Перейдите на овощную диету, варите овощи, ешьте овощи на протяжении 10 дней, в любом количестве, в любое время. Фрукты желательно на ночь, на протяжении дня овощи, в случае, если есть одни овощи на протяжении 10 дней, не забывайте на ночь одну чайную ложку меда на один стакан теплой воды, они помогут справиться и с бессонницей, и с неврозом, с осенней хандрой. Какие есть быстрые методы справиться с вот таким разрушенным и нервным психоэмоциональным состоянием? Это дыхание, когда делается 3 вдоха задержки дыхания, и медленный выдох, вот так, и расслабляется плечик, и расслабляется плечик. Таким образом, почему делается 3 вдоха? Таким образом, расширяются у нас межреберные мышцы, расслабляется диафрагма, и после этого плавный вдох расслабляет и улучшает общее состояние нашей центральной нервной системы, как бы приводя к релаксации. Какие я рекомендую использовать ванные процедуры душевые? Вечером от 3-7 минут сидите в холодной ванне, а также принимайте холодный душ перед сном. А если ребенок, допустим, не спит, тогда ребенку можно в теплой ванночке попарить не больше 5 минут ноги. Вот так. Какие чаи благоприятно влияют? Ну, я уже сказал, это зверобой, это шишки хмеля, это пустырник, это валерьяна и так далее. Если человек не может заснуть, я рекомендую каждый день съедать пол луковицы в разное время. Также можно из моих препаратов очень хороший чай такой есть, называется у нас, называется у нас, как же он называется у нас? Называется у нас серантал или диторекс. В диторексе и в серантале есть и шишки хмеля, и валерьяна, и береза, и березовые листья, и березовые почки. Также есть и пустырник, и даже клевер луговой. Вот так. Поэтому не астрал. Наталья Петгирная, здравствуйте, наш дорогой Андрей Андреевич. Подскажите, у меня очень высокий билирубин, снижается на время и намного врачи разводят руками, очень сложно жить, как можно помочь? Великолепный препарат, который справится с синдромом Жильбера, именно этим вы болеете. Называется синдром Жильбера, когда без особых причин появляется высокий билирубин. Чем чревато появление высокого билирубина? Появление высокого билирубина зачастую приводит к появлению в дальнейшем или формированию в дальнейшем жирового гепатоза, атовизма печени, приводит к появлению холецистита, появлению желчекаменного заболевания, также может в дальнейшем привести к формированию, ну возможно даже, ну я не верю в это, ацироза. Но тем не менее, справиться с этим возможно поможет мой препарат называется битулин кстати забыл сказать что прямо сейчас на нашем сайте тибетской формулы tfduyko.com идет акция от минус 30 процентов до минус 14 на все препараты компания тибетская формула поторопитесь приобрести битулин и цитрокальцимин прямо сегодня со скидкой из большой скидкой специально для вас потому что человеку нужно помогать в осеннее время о прости андрей андреевич подскажите насколько вредные искры болгарки для глаз большое спасибо глаза нужно оберегать потому что травма сетчатки в дальнейшем может либо сама по себе восстановиться сетчатка либо травма может быть достаточно активная и травма такая она может сразу никак не проявиться в дальнейшем сформировать самые различные заболевания сетчатки поэтому берегите свои глаза не напрасно очень часто продаются специальные очки для того чтобы уберечь свои глаза они не напрасно и я хочу вам сказать что лечение глаз это очень сложный процесс не до конца изученный поэтому берегите глаза с молоду кстати как справляться как восстановиться восстанавливать мозг хочу еще раз напомнить о том о чем я раньше рассказывал смотрите человек говорит я не могу заснуть я не могу утром встать я не знаю какую мне выбрать диету хотите мне верьте хотите мне не верьте я вам скажу можете вечером не есть можете есть только по утрам можете есть и утром и но всегда помните перед самым сном перед тем как вы будете ложиться за одну-две минуты до сна съедайте небольшое количество углеводов и это не должна быть фруктоза то есть это не яблоки это не фрукты почему яблоки и фрукты они замедляют процесс пищеварения и ухудшают общее состояние нашего кишечника особенно в ночное время могут повысить кислотность а могут понизить зависимости от того как среагирует ваш организм а для чего вам на ночь застой пищи вам необходимо чтобы кишечник вас рабу ваш работал и для этого вам необходимо запомните восстановить ваш мозг поможет мед не бойтесь в одной чайной ложке находится около 29 калорий всего лишь это то же самое что вы яблоко съедите возьмите чай желательно черный потому что в черном чай есть калий а калий в ночное время тоже способствует восстановлению нашего мозга возьмите одну чайную ложку или там одну столовую ложку столовая ложка это 2 чайных правильно то есть 29 плюс 29 получается 58 до 58 калорий берете 68 до 28 28 40 50 58 калорий 56 фут и математик 56 калорий и так возьмите столовую ложку на чайничек с не крепким чаем и выпейте перед перед самым сном перед сон при этом если можете без чая то возьмите обычную столовую ложку и этот мед его пососите то есть не сразу проглатывать а подержите его во рту на что это влияет дело в том что ваш мозг в дальнейшем целую ночь будет великолепно себя чувствует а еще когда человек на ночь ложится спать и съест небольшое количество мозга то это усиливает метаболизм мозга и восстановление мозговой деятельности но если вы это сделаете на протяжении дня то не нужно этого делать почему если есть есть на ночь мед то утром активируется центральная нервная система и вы будете с легкостью все запоминать случае если вы на ночь из там используйте кетоновую диету на ночь только белки едите одни яйца и так далее без физических упражнений то мозг ваш будет нуждаться ему будет плохо когда можно не есть сладкая на ночь сладкая на ночь можно не есть если у вас перед самым сном активная физическая нагрузка если ее нет то перед сном небольшое количество углеводов обязательно не заставляйте ваш мозг голодать а утром а утром начинайте с употребления чего-либо горького допустим это может быть грейпфрут если вы едите что-либо жирная то тогда это может быть масло сливочное начните утро с применения допустим вещества такого она называется омега-3 6 и 9 рыбьего жира лосося ставриды чего-нибудь кстати ставрида имеет в своем составе тоже большое количество кальция я хочу вам сказать что съешьте утром консерву целый день будет прекрасное настроение и энергия съешьте на ночь мед и утром вы проснетесь невероятно хорошей памятью и утром начните изучать язык утром начните читать что-либо вы увидите насколько у вас увеличится концентрация так как нервная система до вечера устает ее необходимо восстанавливать поэтому на ночь небольшое количество углеводов такие углеводы самым лучшим количестве находятся в меде а утром восстанавливаете свою опорно-двигательную систему а также восстанавливаете жировой баланс и это необходимо сделать воды попейте утром это необходимо сделать с применением обычных жиров допустим утром хорошо натощак съесть сливочное масло с гренкой ставриду можно даже с чесноком даже вареное яйцо но обязательно с майонезом или чем-то жирным утро требует от человека омеги омега для утра важно если у вас тяжелое настроение вы не можете никак выспаться вам плохо кольце утром кольце вечером мелатонин на ночь на протяжении дня таурин если не можете успокоиться то тогда мой препарат серантал поставить а утром начинайте все равно с омега-3 если правильно все делать то есть правильно выглядит так если на ночь принять одну таблетку мелатонина если на ночь принять одну-две таблетки там л-трептофана допустим съесть мед перед самым сном и лечь спать то вы восстановите циркадные ритмы и вам для сна потребуется меньше часов очень часто человек говорит я не высыпаюсь не могу просыпаюсь и у меня ощущение разбитости первое вы переели на ночь второе вы не съели углеводов перед самым сном потому что мозг реагирует на ваше тело не может не расслабиться она спала целую ночь для того чтобы физическое тело расслабилось небольшое количество времени необходимо почему тяжело человеку утром вставать подышал мозг не восстановился а мозгу это необходимо нет углеводов тогда должны быть физические упражнения нет физических упражнений тогда будьте добры дайте углеводы а еще как истощается мозг мозг истощается когда вы нервничаете любые стрессы переживания это все адреналин но это не все а ведь обучение смотрите а я не не стрессу и у меня хорошее самочувствие я вообще веду такой спокойный образ жизни но вы получаете информацию ну как ну телевизор смотрите да давайте по все посмотрим еще раз если определить количество времени сколько вы смотрите в телефон в телевизор общаетесь по телефону общаетесь с этим миром то это составит приблизительно половину вашего дня то есть это либо просматривание новостей чтение какой-либо информации общение по телефону коммуникации в со внешним миром то есть вы получаете информацию все это время для того чтобы мыслительные процессы у вас формировались вам необходим норадреналин который является прекурсором вашего дофамина и серотонина и ну таким образом вы мыслите и вам необходим норадреналин но вы должны знать что норадреналин всегда выделяется с адреналином а он вам не нужен поэтому я хочу вам сказать человек получаю любую информацию где-либо обязательно накапливает своем организме адреналин который истощает нервную систему но особенность в отличие от норадреналина который может перевариваться нашим мозгом адреналин способен накапливаться где в мелких сосудов вызывая констрикцию сосудов сужать и приводя к спазмам сосудов приводя к появлению потом артериального давления и так далее а что мы делаем а мы потом принимаем препараты бета-блокаторы адреноблокаторы которые должны поудалять этот лишний нам не нужный адреналин который сформировался на фоне наших мыслительных циклов тогда что необходимо делать нужно ли нам этот адреналин а мы справиться не сможем никак то есть адреналин хоть вы смотрите хоть вы отдыхаете адреналин накапливаете такая у жизнь тогда что делать где есть и накапливается адреналин то единственное вещество которое способно братью выводить адреналин из организма справляться с адреналином это вещество которое называется магний именно поэтому адреналина больше всего накапливается в самый яркий период нашего дня какой самый яркий период нашего дня по моему мнению он должен быть самое раннее утро но из-за того что человек неправильно ведет свой образ жизни он у него смещается приблизительно с 3 часов дня до 5 часов дня или 7 часов дня это самое активное время когда вы больше всего получаете информации хотите что-то смотреть хотите коммуницировать хотите куда-то бежать хотите вам необходимо что-то то есть вы в погоне за адреналином и он в этот момент накапливается это самое время когда необходимо принять магний магний принимайте с 3 часов дня до 6 часов дня утро начинайте с омега-3 в обед принимайте магний любой и вечером и утром принимайте по чайной ложке кальций или цитрокальцимина на стакан воды таким образом и на ночь мед таким образом вы сможете восстановить свою нервную систему чем это чревато и чем это хорошо можно ли без мед конечно 30 приседаний по неумывакину 4 подхода все вместе 120 приседаний можете сделать 120 приседаний по неумывакину это не умывакин я ни при чем сделайте 120 приседаний по 30 приседаний не торопясь держась там за что-то так чтобы вспотеть и через час ложитесь спать тогда этого будет достаточно потому что выделиться молочная кислота она станет лактат дегидрогеназой сначала гидрогеназой после этого ее обработает ваши почки и сделает фактически уже легко усваиваемой глюкозой для вашего мозга таким образом и жир сожжете и ума приобретете и улучшите общее состояние можно ли заниматься спортом утром а утром хуже почему потому что утренний спорт он приведет к купированию выделения и накопления жира и уменьшению жидкости в организме а утро нам необходимо вот чем утром мы формируем свой водный баланс который у нас на протяжении дня должен сохраняться почему наш водный баланс он напрямую связан с нашей молодостью и здоровьем если мы утром просыпаемся не пьем на протяжении дня там начинаем пить и больше всего начинаем пить вечером вечером можно много не пить нам больше всего вода нужно утром но помимо воды нам необходимо еще и жиры потому что наш организм может брать энергию еще из жиров которая фактически из которой фактически в дальнейшем формируется у нас работа нашей поджелудочной железы когда человек начинает болеть сахарным диабетом 1 типа то это всегда начинается с похудения то есть уменьшение жировой прослойки в организме именно поэтому в случае если человек быстро худеет то и это симптомы появления сахарного диабета 1 типа поэтому в случае если вы быстро худеете в случае если вы худеете то вам необходимо утром жиры и в обед жиры и вечером жиры если вы не худеете а вам необходимо худеть то жиры принимайте в виде просто омега-3 утром либо еще можно оливковое масло сливочное масло сливочное масло ставлю кстати на первое место ладно верно было интересно доброго дня шановный андрій андреевич придбала вас бетулін попила кілька днів у меня ставком горлісі признаки гастриту параллельно пила тільки витаміни чи міг бетулін сприяти цьому ніколи такого не може бути мог сприяти цьому витаміни які аскорбинова кислота нікотинова кислота що таке витаміни смотрите витамины c фолиевая кислота или фоева буду говорить на русском кислота на украинском языке c какие обычно витамины принимают женщины аскорбиновая кислота фолиевая кислота патантеновая кислота никотиновая кислота и так далее то есть если рассмотреть витамины то они в основном имеют витамин е это тоже кислота жиры это кислота витамина витамин е витамин c витамин п п витамин p1 витамин это все это все кислоты поэтому применение применение витаминов может повышать кислотность поэтому а вот битулін никогда в жизни почему он нейтральный он даже в желудке не переваривается он переваривается только в двенадцатиперстной кишки поэтому ком в горлине венера аликеева добрый вечер андрей андрей все участники вебинара спасибо валентина перетягина здрасте спасибо за встречу вы заряжаете позитивом ура развелась с мужем ну и я причем у нас почитаем как стрим сегодняшний называется и так секреты вашего здоровья стрим от андрея дуйко 0 3 10 23 18 00 и где же здесь любимый мужчина и так ай-яй-яй как не стыдно валентина коленська витаю всех присутниц тых всем пожаю вселяких гараздев там весного здоровья дякую андрей андрич за вашу работу простір и вам витаю вас наталья виктором здраве уважаем андрей андрич доброго вечера слушатель вебинара спасибо юля свидерска після месяца лікувания рефлюксу зробилося ще гірше змінила лікування назначили сульприд сульпирид чуй полегшення як довго триватиме таке лікування що перестало пекти чи тільки операція це не до мене ці ваші жалоби це потрібно казати вашому лікарю що у вас там може вам потрібно там сальфасулозін чи ще щось там поставити діагноз ну яка операція чого це операція рефлюкс операций не лечиться хто вам это сказал рефлюкс это заболівання как правило врачи говорят эзофагіальний рефлюкс это заболівання которое связано я хочу вам сказать чем это связано у нас сфинктер оде закрывается в том случае если в желудке повышенная кислотность вот сфинктер оде пищевод он реагирует на повышенную кислотность то есть если здесь повышенная кислотность он находится у него реакция так он реагирует на повышенную кислотность а что такое рефлюкс сфинктер оде открывается и сюда входит пища то есть происходит сжатие желудка и выходит в пищевод у вас пища это называется зофагиальный рефлюкс что происходит а тогда куда делась кислотность я вас спрашиваю куда она делась ее нет тогда причем тут высокая кислотность рефлюкс это момент когда у вас здесь кислотность низкая именно поэтому людям с эзофагиальным рефлюксом необходимо повышать кислотность желудка которая у них снижается на фоне чего на фоне бесконечного того что женщина соблюдает диету не ест у нее гастрин повышается у нее стрессы кортизол это все приводит тому что она не кушает она старается поститься не ест там 500 видов пищи и так далее это все в итоге приводит к снижению кислотности незачем кислотность она сжигает вам ваш желудок зачем ее повышать бесконечно если вы и так ничего не едите чаю и выделять то тогда что нужно делать необходимо дать кислотность желудку а вы что делаете а вы такими препаратами действуйте на сфинтероде тем самым начинаете его сжимать он не вверх не открывается не вниз не открывается никуда не открывается потом потом появляется ощущение комка в горле ничего проглотить не может воду пить не может и там кучу всего но отчасти это является еще и психиатрической психи психологическим заболеванием каким это прежде всего человек начинает себя пилить я это съела я это и так жирно мне надо худеть и так с этого начинается эзофагиальная рефлюксная болезнь все нужно делать успокоиться нужно начать принимать бета и на гидрохлорид перед каждым приемом пищи определить если у вас начать принимать сорбенты для вашего кишечника какие-то сорбенты есть наш сорбент на мой любимый антитокс драй просто мега мега хороший препарат смотрите как я его принимаю видите просто насыпал вот так ой тогда кокаин кокаин чем-нибудь его надо помешать этим не буду мешать возьму что-нибудь такой помешать палочка тут все он легко растворился он мгновенно растворяется этого достаточно для того чтобы сорбировать энтеротоксины которые находятся у меня в кишечнике и в желудке сколько раз его можно в день пить да вообще пейте его вместо воды если вы пьете воду пейте его сорбентом вот я пью сорбент на протяжении месяца плюсы живот спал появились жир исчез на животе живот спал вес уменьшился самочувствие улучшилось раньше вздутия было час сдутия нет стул утром вечером как по часам никаких плохих ощущений подарил всем своим друзьям которыми с которыми в баню хожу периодически и которые любят принимать алкоголь говорят пьем твой сорбент вообще даже запаха с утра плохого нету изо рта что что ж такое но также нельзя и что так помогает и говорю конечно помогает заказывают по 10 штук я вам говорю это спасение людям у которых есть от гастрита до колита от язвы желудка до язвы двенадцатиперстной кишки при холецистите панкреатите приколе цистите желчекамином заболевание любых заболеваний связанных там лт а ст высокая вам необходимо сорбенты принимать это же сорбент он уберет все энтеротоксины которые есть у человека ведь энтеротоксины это особенное влияние на наше здоровье вот смотрите стрептококия энтерококия всевозможные там энтероколии там то что угодно грибковые заболевания но бывает так что грибковые заболевания могут жить и в кишечнике да я это знаю сто процентов тогда с чем а как полечить вообще правильно принимайте мой препарат бетаин на гидрохлорид одна или две таблетки перед каждым приемом пищи сорбент антитокс принимайте по стакану три четыре пять раза в день но добавляйте в него мой препарат который называется лизоцин жидкий прямо так четверть чайной ложки прям брызнули туда и выпили он устранит грибковые заболевания стрептококия энтероколии всевозможную вот эту гадость которой мы страдаем от которой мы болеем человек говорит я поправляюсь принимайте я худею тоже принимайте у меня плохое здоровье с печенью с мозгами не могу успокоиться кальций добавь если удалена матка врачи говорят кальций усваиваться не будет соня больше кокаин мне не добавляй в антитокс кальций усваиваться не будет конечно хоть есть матка хоть нет кальций усваиваться будет везде почему вашей крови находится приблизительно до 7 граммов кальция час давайте напишем в бог google скажи нам час сколько кальция находится в крови человека так найти у мужчины у мужчин находится 12 у мужчины до 60 лет 10 грамм кальция в крови у мужчины старше 60 лет 12 грамм кальция в крови женщины 10 грамм кальция в крови женщины старше 60 лет 12 грамм кальция в крови беременные во второй половине 15 грамм кальция в крови понятно и если учесть что это только один процент кальция который хранится в вашем организме то представьте сколько кальция ли в каком кальции нуждается ваша опорно-двигательная система я не говорю давайте фигачить каждый день по 10 граммов кальция но один тире 2 грамма кальция человеку в день необходимы как вы их получаете даже 1 грамм даже 0 5 грамма кальция как вы его получаете а не стоит забывать что ежедневно ваш организм должен восполнять кальций и магний которые находятся во всей вашей опорно-двигательной системе и ваша опорно-двигательная система во мне 100 килограмм из этой всей системы ну приблизительно 30 килограмм будут весить мои кости 30 килограммов кальция и магния и фосфора это все из чего состоят мои кольца мои кости поэтому вам это нужно обновлять хотя бы по полграмма каждый день по полграмма каждый день я когда-то человеку говорю он ой андрей андреевич у меня увеличивается давление ничего не могу делать я говорю ему каждый день один зубчик чеснока для того чтобы не было спазма сосудов и каждый день съедай одну тарелочку творога андрей андреевич я же принимаю блокаторы кальция я говорю ты мочегонные не принимаешь не принимают те же творог принимай куэнзим q10 еще дополнительно через несколько месяцев говорит начал кальций принимать вернее начал принимать творог все исчезло так и есть то что же это тут выключается поэтому кальций усваивается без матки он находится в крови на что влияет кальций первое кальций влияет на нервы кальций влияет влияет на передачу импульсов кальций влияет на метаболизм вернее на сокращение нашего сердца кому нельзя категорически принимать кальций тем кто использует препараты от гипертонии любые кто принимает мочегонные препараты тоже не нужно всем остальным пожалуйста здрасте андрей андреевич моему сыну 16 лет подросток супер поздравляю вас молодец что ему 16 лет дороже ценные советы реально работают проверялась на всей семье тибетской формула рули спасибо мистер мус объясните от чего по телу иногда появляются синяки по телу и как с этим бороться нехватка витамина k2 начните принимать k2 и не будет синяков по телу сейчас можете ввести сейчас пишем как проявляется недостаточность витамина k2 читаем симптомы дефицита витамина k2 кровоточивость чувствительность десен утомляемость упадок сил болезненной менструации нарушение работы кишечника ухудшение состояния кожи появление синяков даже от незначительных ударов кровотечения износа боли в суставах долго не заживляющие раны и ссадины вот видите нам дал это и интернет посмотрим кто это дал нам нам это дала википедия бог википедия и поэтому синяки на коже это k2 в нашей компании можно приобрести k2 кстати хочу сказать что прямо сегодня это можно сделать по ссылке tfduiko.com минус от 40 и до 14 процентов в честь такого прекрасного дня 3 октября екатерина ефрема андрей андреевич при аномии народным методом скажите пожалуйста берете яблоко красной втыкайте иголки яблоко желательно кисленькое чтобы было чем больше железных иголок тем лучше после этого нос лежит у вас целую ночь утром иголки доставайте яблоко съедайте при аномии необходимо тибетская медицина говорит что при аномии нужно ладошки об вертикальную стену тереть поэтому вот так трите и вот так не знаю как это работает но правда работает также не стоит забывать о том что очень участвует в формировании усвоению железо фолиевая кислота также людям с пониженной кислотностью очень часто хуже усваивать железо чем людям с повышенной кислотности поэтому анемия часто у людей худых а у худых людей очень часто пониженная кислотность желудочно-кишечного тракта как определить у вас пониженная кислотность или повышенная при повышенной кислотности пахнет изо рта кислотой огнем таким при пониженной кислотностью тухлым сероводородом то есть если у вас пахнет пропавшим тухлым неприятным гадким пониженная кислотность тогда вам надо бетаиногидрохлорид уксус утропейте яблочный а если у вас повышенная кислотность тогда вам не уксус не бетаиногидрохлорид не нужен светлана заремба здрасте андрей андреевич моему сыну 16 лет у него заболеваний острый ревматизм и малая хорея хочу заказать препараты гемартан инстамакс артридикс препарата тиков принимайте битулиновая кислота также принимайте препарат кверцетин по одной таблетке два раза в день препарат инстамакс по одной таблетке два раза в день попросите чтобы вам дали эмбриональные клетки эликсир он у нас продается давайте по 10 капель на стакан воды также четверть чайной ложки на литр воды пусть пьет таким же раствором пусть делает ингаляцию дальше обязательно принимайте муми и делайте купите наши болюс и муми и и пусть каждые три часа рассасывает один шарик муми и запивая водой каждые три или четыре часа можно пять часов но не менее 7-8 раз в день будет это делать на протяжении 20 дней киры 30 дней до конца месяца ревматизма не будет да скажите пожалуйста как можно помочь себе при учащенном пульсе учащенный пульс как правило это кислородная недостаточность на фоне увеличенного адреналина почему я говорю тройные вдохи тройные вдохи увеличивают кислород а на выдохе уменьшают адреналин таким образом я увеличил кислород и уменьшил адреналин когда человек делает глубокие вдохи то у него происходит сжатие за счет адреналина а наоборот увеличение правильно говорю смотрите когда очень глубокий вдох то у человека происходит ваза долатация расширения сосудов прошла проникновение кислорода должно быть а когда выдыхает сужение сосудов ваза констрикция поэтому когда вы делаете так у вас кислород расширяет ваши сосуды делаете выдох с расслаблением уменьшается адреналин вот я правда кушала яблоки вечером так как вы описали спасибо уже конечно если есть яблоки на ночь будет стоять кишечник будет стоять все пищеварение не делайте этого никогда от меда такого не будет мускус и немного отпустила спину или почки есть запоры пью прокшалан здоровый желудок посоветуйте что предпринять чайная ложка соды утром и чайная ложка соды вечером утро начинайте с четырех пяти или даже шести кусочков мякоти грейпфрута только вот плода плода а то сейчас белую мякоть возьмете начнете и желать татьяна вагнер же мандрия андреевич поможет ли 11 семинар здоровья или что-то другое женщиной люблю радоваться наслаждаться жизнью резко постарела как будто не в себя как выйти из состояния приходите на мой марафон я вас научу быть молодой я объясню как питаться как что делать чтобы быть всегда форме и быть молодой вы будете в шоке сфотографируйте себя до марафона здоровья и после через 10 дней удивитесь также я объясню и расскажу дам такую гимнастику выполняя какую будете постоянно молодой и мега хорошо себя чувствовать я пью в течение дня 20 препаратов т.ф. это много ли нормально нет как необходимо пить смотрите необходимо принимать их таким образом разделите одну неделю разделите одну неделю на прием допустим сегодня эти препараты там 2 утром 2 вечером завтра эти две утром 2 вечером послезавтра эти две утром 2 вечером вы принимая такое большое количество препарата очень агрессивно на себя воздействуете не нужно этого делать после могут быть какие-либо обострения разделите сегодня пейте там четыре препарата для крови или там тантал для печени или там для почек завтра любые другие послезавтра любые еще вам таким образом хватит препаратов не на один месяц она три месяца на два месяца два месяца лечения все-таки лучше чем один месяц поэтому не нужно торопиться вообще я хочу вам сказать любое лечение лекарственными растениями или экстрактами лекарственных растений она более эффективно если растянуто потому что наш организм он должен не только лечиться а еще и реабилитироваться после лечения таким образом вы повоздействовали он пришел в себя перестроился по воздействовать пришел себя перестроился а если агрессивно то он не успевает восстанавливаться ему необходимо придумывать новые идеи своего по-новому воспринимать свое там допустим по-новому устранять токсины по-новому включать пищеварение по-новому включать нервные управление нервной системой и там гуморальную систему по-другому фар даже не формировать а как-то переключать норма за нормализовать и так далее организм же это очень сложная система она очень сложная поэтому резко не нужно трасти у меня аллергия более 30 лет независимо от времени года сжимая в кулак руку и безымянный палец только на правой руке не могу выпрямить спасибо за совет то что вы сжимаете руку не можете вы выправить это говорит о том что у вас есть скорее всего контрактура дюпи трена обратитесь к неврологу также сегодня я говорил что передача нервных импульсов она связана с кальцием это может быть еще и недостаточность кальция и куэнзима q10 принимайте кальций куэнзим q10 что делать с аллергией как ни странно если вы с аллергией попадете в больницу то вам назначат вливание кальция гидрохлорида кальция гидрохлорида и так что находится в препарате кальция гидрохлорид объяснаю в препарате кальция гидрохлорид находится кальций и еще поваренная соль тогда скажите чего не хватало вашему организму что применение препарата гидрохлорид кальция помог вам избавиться от аллергия вам не хватало кальция и поваренной соли вам по идее не хватает натрия хлоридов и кальция тогда что необходимо принимать сделайте мою болтушку они уже рассказывал на 1 литр воды добавьте одну чайную ложку соды и пол чайной ложки на 2 литра воды добавьте одну столовую ложку соды и одну чайную ложку соли принимайте на протяжении дня такую воду не обязательно все выпивать но пейте ее ежедневно пейте ее ежедневно 15-20 дней вот прям ручаюсь пьете один месяц вот такую воду следующие 7 8 9 10 месяцев не болейте но вы можете не болеть годами если все это время будете принимать еще одну чайную ложку цитрокальцимина на один стакан воды два раза в день целый месяц после этого забудете о том что вы когда-либо болели аллергией несмотря на то что вы и 30 лет болеете я об этом говорил многократно есть тысячи людей которые потом писали мне андрей андреевич спасибо но почему врачи не так кто вам сказал что не знает оксана глушко добрый вечер андрей дичь от чего искривление тазом не 44 одна нога короче другой это полинейропатия на фоне сахарного диабета второго типа чем лечится альфа-липоевой кислотой чем еще можно массаж пояснично-крестцового отдела также принимайте мой препарат цитрокальцимин также принимайте препарат мед вот на ночь я говорил на протяжении дня таурин а массаж медовые обязательно делать и как сделать медовый массаж самому себе берете баночку вот такую наливайте в нее теплую воду смазывайте сверху медом место где у вас болит медом и берете его так начинаете делать и делайте так 15 минут вот вода теплая должна быть таким образом сами себе можете помочь или колено болит вот так по колену водите по тазобедренному суставу легкие там больные у ребенка есть проблемы с легкими кто-то у вас там начал болеть как сделать дезинтоксикацию делайте медовый массаж при помощи бутылочки очень легко здрасте расскажите про 11 семинар здоровья как он будет проходить я буду два часа в день заниматься с вами я не помню или только по вечерам или утром и вечером где вы будете со мной работать я буду с вами как целитель после этого вы будете вместе со мной определенные виды вас я буду обучать и какие использовать растения как питаться правильно для чего по системам целым вот так системы выглядит это моя подсказка то есть там если у вас проблемы печени топить если проблемой интоксикации это если вот проблемы представительные вот это а вот это а вот так а чем питаться ну и вот а как дышать а какие упражнения чтобы не молодеть а там коды знаки символы дыхания и так далее гимнастика аюрведа тибетская медицина все это в комплексе называется марафон 11 диагноз аутоиммунный тиреодит не токсичный богатого узловый зоб позвоночные грыжи должен был и правый плаче и рука песка житель ликования первое повышайте иммунитет каким образом принимайте препарат который называется принимайте препарат который называется битулиновая кислота одна таблетка утром одна таблетка вечером принимайте кальций видят цитрата кальция 1 чайная ложка утром на стакан воды 1 чайная ложка вечером дальше принимайте препарат для щитовидной железы терротозин называется одна таблетка утром 1 таблетка вечером говор ге-мортан для очищения крови 1 таблетка утром 1 таблетка вечером также очень хорошо делать ингаляции почему скорее всего вирус находится в вашем теле и этот вирус мешает вам или снижает ваш иммунитет проведите ингаляции какие ингаляции возьмите препарат есть такой препарат у нас называется л л с можно сделать ингаляции ванадий и кобальт можно сделать серебро и германии вот такие ингаляции с вот такими препарат можно просто серебром но ингаляции 10 ингаляции хотя бы в месяц если взять кобальт и популин или просто популин можно взять просто популин возьмите препарат популин 1 чайная ложка в камеру ингалятора и каждый день занимайтесь такими ингаляциями или через день 10 раз вот на протяжении месяца если так сделайте целый год не будете болеть никакими вирусными заболеваниями татьяна солнце здрасте что делать если постоянно журчит животе и звуки журчания если постоянно журчит животе это говорит о перистальтики а если вздутие то тогда это говорит о метеоризме если у вас перистальтика без вздутия это нормально если такое журчание есть можно ли убрать уменьшить глюкозу потому что именно глюкоза вызывает активность перистальтики поэтому я говорю на ночь съедайте небольшое количество глюкозы тогда ночью мозги восстановится и перистальтика более активно будет работать а наш лежит там и не хочет шевелиться а вам необходимо чуть-чуть глюкоза она начнет работать а фруктоза тормозит шайтанская фруктоза я пью антитокс гель он также действует драй или иначе также я его пью за два часа до еды и это неважно его хорошо пить с водой то есть в воде его расколотить и принимать но вот этот более активный я сделал здесь более активным действующее вещество и он более активно действует на всю поверхность кишечника быстро причем мгновенно как попасть на ваш марафон когда закончится мой сейчас вебинар вы можете перейти по ссылке в описании и я там напишу ссылку на участие в моем марафоне здоровья я желаю вам здоровья я желаю вам счастья будьте здоровы сегодня у нас была интересная тема такая хоть и необычная несколько слов еще о моей мази какой-нибудь вот какую мазь использовать при геморрое у меня есть разработанная мазь нодикс но ее можно использовать не только при геморрое я рекомендую использовать данную мазь при лечении рубцов так как в данной мази находится высокое количество е и витамина а и витамина е которые могут затягивать рубцы и убирать рубцы также нодикс эффективен при заболеваниях геморроидальные узлы после того когда мы закончим данный вебинар я оставлю в описании к данному видео ссылку на мою группу где вы можете задать мне вопрос или мне или оператором они с удовольствием для вас подберут курс лечения или я подберу после этом тоже постоянно нахожусь я оставлю ссылку в телеграм канал поэтому вы перейдите по ссылке и напишите свой вопрос давайте продолжим общение после того когда закончится данная трансляция я к сожалению не могу вести трансляцию более одного часа потому что мои маркетологи сказали что делать этого нельзя потом это видео улетает в бан и никто его смотреть не хочет поэтому давайте мы прекратим эту трансляцию завершим ее пожелаем друг другу здоровья а вы перейдете в описании к данному видео через одну две минутки я туда поставлю ссылку на участие в марафоне и ссылку на свой телеграм-канал где я могу помочь вам дальше разобраться с проблемами вашего здоровья поэтому до свидания давайте сейчас гол все ко мне в телеграм-канал